80 лет исполнилось сегодня городскому электротранспорту. В честь юбилея коллектив Тагильского трамвая приготовил подарок для всех жителей города. Подробности в нашем репортаже. Уникальная выставка открылась в выставочном комплексе Уралвагонзавода. На ней представлена коллекция подарков от партнеров корпорации и частных лиц, что дарили предприятию в 21 веке. Золушка появится в театре кукол. Новый спектакль выйдет в необычном для театра формате. Какие сюрпризы ждут юных тагильчан, узнали наши корреспонденты. Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях вторника. 80 лет исполнилось сегодня городскому электротранспорту. Эту дату с полным основанием можно считать знаменательной не только для коллектива муниципального предприятия «Тагильский трамвай», но и для всех жителей города. Ведь в роли пассажира побывал, пожалуй, каждый. Подробнее о юбилее в репортаже Алексея Алексеева. Тагильский трамвай переживал разные времена. Случались и подъемы, и кризисы. Сегодня муниципальное предприятие успешно решает поставленные задачи. С 2013 года в городе активно реализуется программа развития электротранспорта. Техперевооружение по подвижному составу, техперевооружение по тяговым подстанциям. Проект по тяговым подстанциям – это вообще один из, я думаю, самых таких для нас наилучших. Я думаю, что одно предприятие электротранспорта позавидовало бы сегодня нам, нашим подстанциям. Но самое главное – это вагоны. Вагоны, вагоны, вагоны. 30 современных трамваев были приобретены в нынешнем году. Это стало дополнением к 20, полученным ранее. Обновлена значительная часть парка. Эффект налицо. На сегодняшний день МОПТ «Тагильский трамвай» работает без убытков. Наверное, одни из немногих муниципальных предприятий электротранспорта в Российской Федерации сегодня вышли на показатели, которыми действительно можно гордиться. Главное – это достижение и подарок к 80-летию. Немало теплых слов было сказано в адрес коллектива «Тагильского трамвая» на сегодняшнем торжественном мероприятии, посвященном юбилею. Лучших сотрудников отметили грамотами и подарками. Предприятие, в свою очередь, подготовило сюрприз пассажирам. Первый «Тагильский трамвай» вышел из ДПО «Красный камень» 28 февраля 1937 года. Соответственно, событию он был празднично украшен. Спустя 80 лет в то же самое время 9 новых нарядных вагонов отправились на городские маршруты. Алексей Алексеев, Павел Охотников, Андрей Фатыхов. Новости «Тагил-ТВ». Вопросы защищенности объектов ТЭК и незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ стали главными для обсуждения на антитеррористической комиссии. Сегодня глава города Сергей Носов провел заседание комиссии. Представители отдела вневедомственной охраны и МЧС отметили, что на территории города расположены 25 объектов топливно-энергетического комплекса. Каждый из них находится под пристальным вниманием. Различными ведомствами проводятся плановые и внеплановые проверки на этих объектах, а также совместные тренировки трудовых коллективов и ответственных за безопасность служб города. В первом полугодии этого года планируется провести три инспекции данных объектов. Сергей Носов подчеркнул, что все предписания, выданные после подобных проверок, на предприятиях должны неукоснительно исполняться. Второй темой для обсуждения стал вопрос о незаконном обороте оружия. За прошлый год в этой сфере правоохранители зафиксировали 43 преступления. Больше половины раскрыли. Из законного оборота изъяли более 250 боеприпасов и свыше 4 килограммов взрывных веществ, а также 64 единицы оружия. Из незаконного – 17. Преступлений, связанных с использованием взрывных веществ, зарегистрировано не было. Всего члены антитеррористической комиссии рассмотрели 5 вопросов. Предприниматели Среднего Урала могут повысить свою квалификацию за счет средств федерального и регионального бюджетов. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства начал прием заявок на обучение тех, кто уже имеет свой бизнес. Всего в 2017 году на эти цели планируется выделить 28 миллионов рублей. Представители малых и средних предприятий смогут пройти подготовку по 8 программам повышения квалификации, среди которых бизнес-планирование, финансовый анализ, оптимизация затрат, участие в госзакупках и многое другое. В зависимости от количества заявок группы будут формироваться не только в Екатеринбурге, но и в других городах области. Подробная информация и контакты кураторов проекта представлены на сайте областного фонда поддержки предпринимательства в разделе «Получение необходимых знаний» программы обучения. Подробнее о том, какие программы действуют для развития и продвижения бизнеса в Нижнем Тагиле, мы поговорим с гостем студии, директором микрофинансовой организации Нижне-Тагильский муниципальный фонд поддержки предпринимательства Сергеем Найденовым. Здравствуйте, Сергей Иванович. Здравствуйте, добрый вечер. И все же, какие программы сейчас действуют в Нижнем Тагиле для поддержки предпринимателей? Действует городская программа, она уже действует у нас в таком формате второй год. И с прошлого года фонды немножко переориентировали, и сейчас основная задача фонда – это заниматься инвестиционной привлекательностью города Нижнего Тагила. Задача фонда – это поиск инвестиционных площадок, различных инвестиционных площадок, помощь предпринимателям в составлении бизнес-планов, привлечение инвесторов на эти площадки. Также новым является школа бизнеса. Это как раз для студентов и учащихся в высших средних учебных заведений и учеников выпускных классов школы. Это основное направление, по которому будет осуществляться программа поддержки предпринимательства в городе Нижнем Тагиле. Точно так же мы осуществляем финансирование. Сумма до 3 миллионов рублей, срок до 3 лет. Точно так же с этого года мы уже начали привлекать средства Свердловского областного фонда для финансирования. Поэтому сейчас у нас в связи с тем, что мы с прошлого года программу микрофинансирования немножко видоизменили, мы выдавали, раньше у нас был один продукт, с июня прошлого года у нас появилось 3 продукта. Первый – это для начинающих, для тех, кто только-только открыл бизнес, сумма до 300 тысяч рублей. Это те, кто в бизнесе до 3 месяцев и срок до 1 года. И раньше мы выдавали только сумму до миллиона рублей на срок до 1 года. А с июля прошлого года мы начали выдавать также сумму до 1 миллиона рублей, но увеличили срок до 2 лет. Поэтому проценты по платежу и, ну, естественно, плата за займ уменьшилась. Также мы ввели новый продукт, такой как модернизация, сумма до 3 миллионов рублей и срок до 3 лет. Это то, что касается тех средств, которые мы получили по программе «Моногорода». С этого года, вот буквально с февраля месяца, мы вводим также новый продукт. Это представитель Свердловского областного фонда, будут у нас выдавать на территории города Нижнего Тагила займы по программе Свердловского областного фонда. Сумма до 3 миллионов рублей, срок до 3 лет. Скажите, а как стать получателем этих субсидий? Это не субсидии, это микрозаймы. Это надо просто прийти в фонд и ознакомиться с условиями на сайте либо областного фонда, либо нашего Нижнего Тагильского и подать заявку, предоставить все документы в соответствии с теми требованиями, которые выдвигаются заемщику. В принципе, процедура, она, конечно, да, она имеет место быть, но она не такая уж и сложная. Если кто не первый раз получает, тот, конечно же, нормально проходит эту процедуру. Да, конечно, если первый раз получают заемщик, то, естественно, сталкиваются с определенными сложностями. Там особенно необходимо собрать определенное количество справок. И там одна справка по областной программе, по-моему, срок действия не более 10 дней. Она готовится только 5 дней. О том, что нет необренименного имущества. И поэтому вот здесь вот есть небольшие шероховатости в подготовке пакета документов. Это то, что касается именно финансовой поддержки. Точно так же по образовательной поддержке школа бизнеса, вот то, что для учащихся высших и средних учебных заведений мы сейчас готовим программу. Вот именно, что и где какие план мероприятий. Это будет в этом мы планируем. Сейчас подбираем пул предпринимателей, которые готовы у себя принять этих выпускников, провести с ними экскурсию, рассказать о том, легко ли им вести свой бизнес. Также будут небольшие семинары, тренинги обучающие. В конечном итоге будет объявлен конкурс на лучший предпринимательский проект. Хотелось бы поподробнее узнать о программе «Начни свое дело». Реализуется ли она сейчас на территории Нижнего Тагила и кто может стать ее участником? Программа «Начни свое дело» шагает по Свердловской области уже с 2010 года. В этом году она тоже будет реализовываться на территории города Нижний Тагил. Запланировано 7 тренингов по программе «Начни свое дело». Три тренинга первого этапа, два тренинга второго этапа и два тренинга третьего этапа. Всего 7 тренингов. Поэтому, если считаете, кто может в ней принять участие, это любой гражданин города Нижний Тагил, который пожелает записаться. На первом этапе мы принимаем не только предпринимателей, а просто граждан. А на втором, на третьем этапе уже участвовать могут только лишь предприниматели, которые зарегистрировались в качестве предпринимателя, либо открыли юридическое лицо, ОООшку. Скажите, пожалуйста, много ли тагильчан в прошлом году обратились в фонд поддержки предпринимательства? По отчету у нас где-то порядка 170 человек получили поддержку в прошлом году. Это и получили микрозаймы, информационную, консультационную поддержку, помощь по участию в выставочных и ярмарочных мероприятиях. Где-то порядка 170 человек. А какая деятельность предпринимательская сейчас на территории Нижнего Тагила наиболее популярна? Чем люди занимаются в основном? Вот так сказать, что наиболее популярна, я не могу однозначно ответить. Почему? Потому что у одного человека это может получаться, у другого нет. Это сугубо индивидуально зависит от личных способностей каждого. И поэтому, если я сегодня скажу, что очень популярно торговать семечками, то завтра Пол Тагила начнет этим заниматься. Зачем это надо? Поэтому здесь нет. Здесь все очень сугубо индивидуально и персонально. Поэтому здесь невозможно в бизнесе сказать, что это хорошо, это вот занимайтесь этим, будет у вас счастье. Нет, такого не бывает. У каждого своя дорога в бизнесе. Скажите, может быть, какие-то проекты или программы поддержки предпринимательства будут реализованы на территории Нижнего Тагила впервые в этом году? И куда нужно обращаться? Ну, впервые, вот я говорю, с прошлого года реализуются программы по инвестиционной привлекательности территории. Поэтому, если у кого-то из предпринимателей есть свободная площадь, которую они готовы либо продать, либо сдать в аренду, пусть они предоставляют нам эту информацию. Мы эту информацию разместим на сайте в общем доступе для того, чтобы другие люди могли воспользоваться этой информацией. Может, у кого-то есть какая-то светлая идея по использованию, а ему как раз не хватает этого помещения либо объекта. Как раз вот это новое, то, что у нас на территории города второй год будет реализовываться. Огромное спасибо, Сергей Иванович, за беседу. Ну, а мы переходим к другим новостям. До свидания. Спасибо. Выставка «Дары российских и иностранных партнеров» открылась в выставочном комплексе «Уралвагонзавода». На ней представлены подарки, которые были переданы партнерами предприятия в 21 веке. Подобная выставка организована, можно сказать, впервые в нашем выставочном зале, потому что здесь мы показали дары не только предприятий, которые входят в состав корпорации и предприятий смежников. Здесь также показаны подарки музею от художников, от мастеров декоративно-прикладного искусства и также дары частных лиц, заводча. Выставлены около 60 экспонатов изделия декоративно-прикладного искусства, живопись, скульптура, книги с автографами. В экспозиции есть картины Леонтья Зудова, Михаила Шемякина, Владимира Истомина и Виктора Могилевича. В одной из витрин демонстрируется уникальная книга, проект завода конца 1930-х годов и другие интересные здания. Также выставлены редкие полианды с автографами первого космонавта Юрия Гагарина, президента России Владимира Путина, поэта Булата Акуджавы. И вот этой выставкой мы хотели бы завершить все празднования, которые были посвящены 80-летию Уралвагонзавода. Еще раз обратить внимание на эту большую дату и сказать, как наш завод с вами знают хорошо в мире. Есть на выставке изделия традиционных народных промыслов, сувениры и многое другое. Экспозиция будет доступна для посещения до конца апреля. Честовать настоящих героев продолжают и после праздников. В Горно-Металлургическом колледже сегодня прошел районный конкурс патриотической песни. О чем поют современники – сюжет Анны Хабаровой. Никита Ухалов сегодня самый молодой участник конкурса патриотической песни. Несмотря на свой юный возраст, мальчику 8 лет, выступление на сцене для него не в новинку. Первоклассник 44-й школы раньше занимался танцами. Теперь покоряет зрителей вокалом. Я пою «Два орла», потому что мне нравится. Там надо рассказывать про войну. Песня про войну, которую пережили наши прадеды и деды. Конкурс патриотической песни в Ленинском районе традиционный. Последние годы площадкой для его проведения стал Горно-Металлургический колледж. Сегодня в его зале можно было увидеть 37 номеров. На сцену выходило порядка 80 участников. Конкурс певческий, конечно, самое большое внимание уделяется вокальным данным. Но поскольку это не столько профессиональный конкурс, а все-таки это фестиваль патриотической песни, поэтому учитываются какие-то творческие находки, какие-то сценические манеры исполнения артиста, потому что это все-таки патриотическая песня. Учитывается такой критерий, как тематика песен, что все-таки они должны быть про родину, про патриотику. Патриотическим воспитанием дошколят и школьников в Нижнем Тагиле занимается один из победителей шоу «Битва хоров» Сергей Волков. Юноша руководит местной группой «Бойс Академия». Впервые он занял место не на сцене, а в кресле жюри. Я считаю, что патриотика на данном этапе вообще в стране у нас должно быть патриотическое воспитание. Я сам воспитывался на таких военных ступенях. И каждый ребенок, особенно мальчики, должны знать, что родина, патриотика, это все должно в сердце быть. Когда я готовлюсь, допустим, к номеру, я все время выхожу с переживаниями. Особенно если еще видишь ветеранов, то их осталось так мало, гордость какая-то за то, что они сделали, и мы сейчас живем в нашей замечательной стране. Победители конкурса патриотической песни были определены в трех номинациях. Все они получили дипломы и подарки. Анна Хабарова, Вадим Усков, Павел Соложнин. Новости Тагио-ТВ. Золушка появится в Театре кукол. Постановку ставит режиссер Кировского театра Павел Овсяников. Спектакль под его руководством обретет новый, непривычный для театра формат. Сейчас полным ходом идут репетиции. Занавес приоткрыла Анна Кизилова. Карнавальные костюмы, разнообразие масок, волшебные эффекты. Спектакль «Золушка» – это не просто игра артистов и кукол. На сцене будет настоящий маскарад. Это театр-маскарад. Все артисты будут в масках. Масок подготовлено очень много. И то, как раскрашиваются все сцены этого спектакля, можно будет увидеть по разнообразию костюмов, по разнообразию именно персонажей, идей режиссера, который очень интересно и творчески воплощает свой замысел. Историю «Золушки» режиссер спектакля Павел Овсяников расскажет на новый лад. Сюжет, а именно злая мачеха, добрая фея, шикарный бал, потерянная туфелька и счастливый конец останется неизменным. Все сюрпризы в деталях постановки. Золушка, когда попадает во дворец на бал, она встречает не совсем принца. Так скажем, она влюбляется не в принца. Это такая идея, что Золушка не знает, что это принц. И это, мне кажется, очень интересно, потому что, ну а в кого еще влюбляться молодой девушке, которая приехала во дворец, и получается, что она влюбляется в принца как в титул, в фигуру. А мне бы хотелось, чтобы она влюбилась в него как в человека, поэтому у нас так и происходит. Но это секрет. Секретов и интриг в постановке будет масса, заверяет Павел Овсяников. Это не первое сотрудничество кировского режиссера и труппы Тагильского театра «Кукол». Павел Овсяников уже участвовал в подготовке спектаклей «Сказка про умку» и «Каза Дереза как художник». Мы давно друг друга знаем. Я много лет проработал в Екатеринбургском театре «Кукол» и часто сюда приезжал просто пообщаться и на спектакли. Поэтому я очень хорошо знаю и труппу, и актеров, и даже цеха. В спектакле «Золушка» задействована вся труппа театра «Кукол». Сейчас там идут репетиции. Подобных спектаклей, говорят, здесь еще не было. Тагильский юный зритель увидит настоящее волшебство сказки. К тому же детей посмотреть «Золушку» ждут в маскарадных костюмах. Премьера спектакля состоится 11 марта. Анна Кизилова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости Тагил-ТВ. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на среду 1 марта 57,96 рубля, евро 61,38 рубля. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США – 58,08 рубля, покупки – 57,92 рубля. Единую европейскую валюту можно приобрести за 61,55 рубля, реализовать за 61,28 рубля. Выпуск продолжит «Новости спорта». О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Порадовали в праздничные выходные своих болельщиков тагильские хоккеисты. Спутник в рамках плей-офф дважды обыграл «Ангарский Ермак» на домашней ледовой арене. Чтобы выявить победителя, оппонентам понадобилось дополнительное время. В субботу матч завершился со счетом 2-1. В воскресенье «Бобры» выиграли 3-2. Последний поединок оказался наиболее напряженным. Получив численное преимущество, гости в середине первого периода дважды поразили ворота «Оранжевых». У соперников отличились Семен Иванов и Никита Воронин. Одну шайбу в середине второй 20-ти минутки отквитал защитник спутника Ильдар Валеев. А за 10 секунд до финальной сирены Вадим Кравченко восстановил паритет, переведя встречу в овертайм. К слову, он же в дополнительное время принес победу подопечным Андрея Кирдешова. Теперь счет в серии 2-0 в пользу тагильчан. Впереди у сборных два матча в «Ангарске» 1 и 2 марта. Уралочка НТМК одержала победу на старте плей-офф. На мажорной ноте прошел в праздничные выходные матч в рамках чемпионата России с Заречья Одинцова. Наши волейболистки выиграли со счетом 3-1. Первое очко заработали гости, но затем пять розыгрышей подряд были в пользу тагильчанок. Николай Карполь игру своих подопечных проанализировал так, цитата. Нам не удалась первая партия. Не получилось стабильно держать высокую концентрацию. Допустили много ошибок в приеме, хотя вели. Успокоились. А в следующих партиях было преимущество в счете. Нам было играть легче. Результатом я, конечно, доволен. Победа есть победа. Во всяком случае, мы завоевали право играть еще один матч дома, если потребуется. Это большое дело. Впереди у Уралочки НТМК домашняя игра Лиги чемпионов. Как раз сейчас она встречается в Екатеринбурге против Вакивбанка. Тагильчанка завоевала бронзовую медаль на финальном этапе Кубка России по лыжному двоеборью. Соревнования завершились накануне на комплексе АЭСТ. Женщины соревновались на трамплине К-90 и гонке на 5 километров. Лучшей спортсменкой стала представительница Пермского края Стефания Надымова. Второй результат показала еще одна лыжница из Прикамья Светлана Гладкова. Замкнула пьедестал почета представительница тагильской спортшколы Юлия Хадыкина. У мужчин программа состязаний состояла из прыжковой части с трамплина К-90 и 10-километровой гонки. Первые и третьи места у спортсменов из Санкт-Петербурга Виталия Иванова и Александра Пашаева. Второй результат показал Степан Власов из Пермского края. У тагильчанина Максима Кепина пятое место в итоговом протоколе. Такова была информационная картина дня. Смотрите нас в сетях кабельных операторов. Также нас могут увидеть и абоненты IP-телевидения «Конвекс». 225-я кнопка. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 и в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на Тагил ТВ 24. Кроме того, теперь новости Тагил ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. За темы, которые лягут в основу репортажей, дарим призы. Победитель получит подарок от первой портальной автомойки Нижнего Тагила. Всего доброго. Спасибо за внимание. Хотите пить родниковую воду из экологически чистого источника? Вода Сенегорская всегда рядом. Для вас киоски и служба доставки. Звоните 378-100. Сенегорская – залог здоровья и успеха.